А в ответ тишина, ответ не души У вас ладно, полчаса осталась Я много полезного сказал, другое дело, что большинство из вас всё это знает Итак, что мы имеем? Персик Хасанский А, посылка пришла Она распакована, распечатана Кто-то из вас? Или это мне? По-моему, скорее всего Юля, которая отправляла посылки Наверное, это... О, память, как мне жить в такой памяти? Юлия Сергеевна Мельникова Да, вот от неё Значит, человек получил вот это Вот, причём здраво Посмотрите, что интересно Если тут остались Они, в принципе, мы ничего не отрывали Они прям сыпались в коробки Пока ехали Вот несколько этих Осталось Там сырые тряпки Это моя упаковка Лично моя Всё остальное Я считаю, дурью Самая страшная дурь Когда Где-то, когда-то слышали звон И начали Густую Эту Глинистую болтушку Упрятывать корни А потом ещё, не зная ничего Сами никогда не садили Горе-продавцы Вот Учат ещё прям болтушки садить В глининой болтушке Знаете, вот так Налеплено Вот Это и есть современное Идиотское садоводство По-другому не назовёшь А здесь Тряпку я учил Бочку Тряпку выжал Перед этим Хотя бы несколько часов Постояли в бочке саженцы Воды напились Сырой тряпкой Не мокрой, чтоб не гнили Сырой тряпкой Вот она Сверху полиэтилен Всё Ну и добавьте, что Теперь Посто стало Нет, тут Одни пусты Три недели ушла Если не больше Но это исключение Из правил А так всё в порядке Юлия Сергеевна Вчера вечером Забрал с Посто Посылку с саженцами Всё доехало Хорошо Спасибо большое А это уже не Юлия Сергеевна Это уже Татьяна Александровна Железова Это моя невестка Вот Дело в том, что Я сейчас вот что скажу Прямо сейчас вспомнил Это тоже очень важные ребята Вот она улыбается Да Вот её И раньше я шутливо говорил Её надо давать бесплатное молоко За вредность Помните, как-то в металлургических заводах Но это полушутя Вот Её гонт идёт за два За три Это Случай последний Так её Она мне звонит Вся в слезах Не могу Каждый день звонок Каждый день звонок Каждый Утром звонок Вечером звонок Почему саженцы Это самое Погибли Вот Я только сказал Ну Блокирует Я всем вам Ребята Я всем вам говорю Всем Всем Мы отправляем Видите Я без обмана Можете представить Что здесь питомники Вот 16-го было А 17-го они ушли Кстати Когда пришли А тут Фамилии Ой нету тут Это Нету даты Ну поверьте Вот Шла несколько дней И вот Прямо Вот они перед вами Вот они Выкапываются Вот они Отправляются Я для той дамы Не буду Имя называть Потому что У меня Язык не поворачивается Вот Которая доводила До инфаркта Таню Вот Отправляются Абсолютно Живые Для лучшей Проживаемости Отрезается Сейчас кроны Вы думаете Это вся история Вот Как жить В такой жизни Когда Несколько дней Долбежки Долбежки Звонят Плачут Что мне делать Ну хорошо В конце концов Заблокировала Проходят Несколько дней И эта дама Звонит мне Я почему догадался Милый Специально говорю Потому что Это Я уже Я просто догадался Такой милый Вы знаете Танечка Такая женщина Такая милая Она зачем-то Мой телефон Заблокировала А я Еще хочу Я говорю Вы наверное Та самая Которая По ночам Звонили Да Ну вообще-то Да Но У меня же Все-таки Это И вот тут Я не психолог Каким чудом Не удалось И разговаривать Вы знаете Что в процессе Она говорила Что вылезла Уехала На три месяца Позвонила Соседу А или Садила сама И они Прижились Я говорю Они прижились Через три месяца Приехала У них Ксаженцев Было мертвых Заметьте Никто не ухаживал Не поливал Ничего Через три месяца Приехала У них Ксаженцев Было мертвых Вот Как она Эту Татьяну Бедную Как она Ее мучила Стала бы Она Плакать Мне в трубку Причем Слезами Заливаться Да как Дальше жить Я всем Стараюсь Чтобы было Хорошо Ведь Живые Отправляла Я той даме Уже Поймите Еще раз Есть понятие А я вам Для всех Теперь говорю Почему Это не Последний Случай Вот есть понятие Гепатогенные зоны И вот здесь На этом участке И только там Назад и вправо Вот Еще назад и влево Есть гепатогенные зоны Ничего не растет Ничего А если туда посадить Саженец Он умирает Я показывал И фильм снимал Вот И других учил И рамками учил Вспоминаем Было Было Вот Это действительно Гепатогенные Ну кто же виноват Если из десяти Ну ладно Если один-два Пойдет в гепатогенную зону Если человек Из десяти вырастет Восемь прекрасных Саженцев Он обиды Таить не будет Но человек Который на все лето Бросил сад А у них их корни Бог И вот они С дождей нет И вот они высохли Вот пришла пара И высохли И влагу-то испаряют Это не конец История Да Валер Костянович Я нет Что вы Я беру вину на себя И вот А когда она поняла Что я не собираюсь Это Стать посредником Чтобы Ей еще саженцы нужны И она Давай теперь Поймите Милая дама Сейчас А нам еще Вас вышли Да Вот А уже ясно Что с вами Дело иметь нельзя Почему? Потому что От вас Исходит Такая Ну Такая негативная энергия Вы понимаете Я буду Это Да ради Бога И Танечка Она такая милая Я Я люблю И Танечка 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 Да мне бы Косочек Я говорю Да вы что Они у вас не взойдут Не вздумайте Заказывайте мне Косочки Они не взойдут Что меня ждет А мне 73 У меня бы Это Если бы вот так Со мной разговаривали Как она Я бы уже в могиле Был бы Вот так Вот такие у нас истории Вот они Саженцы Как новорожденного ребенка Вручить человеку А потом он скажет Я у недели не кормил Или две А он умер А виноватый Зачем он мне Такого этого Невынослива Что-то в этом роде Это же дети Вот они дети И он Начал улыбаться 40-50 лет Хватит С такими С такими клиентами Но тем не менее Цель была поставлена Это моя привычка Она перешла к ним Сергей Еще больше Это Ну дни меня Он никогда Не позволит себе Халтур Никогда Я ему говорил Я привозил примеры Вот тут можно чуть-чуть Вот Ну я уже примеры Нет и все Еще спасибо скажет Скидывай цены И продавай Которые не самые лучшие Нет и все Вот так мы стали лучшими Но это не спасает От такой Отравлю Такой Как мне удалось Меня отпустил на душе Когда она с какими Сами не видела Только тогда Отпустил на душе А вот То чего Эта дама уже Не увидит Никогда А она потом Еще звонила Ну помогите Пусть разблокирует Но я буду звонить Но я буду Это самое Может быть весне Разблокирует телефон Но мне еще саженцы нужны А саженцы вот так выглядят Листья уже Практически упали Вот Долго Нервы мотали Сами себе Надо откладывать Откладывать Листья не падают Отправлять опасно Ну еще Тут у меня Время истекает Вот это есть Та самая Я про нее скажу Несколько косло Как фотографии Ничего Вот Только сказать Все такие маленькие Когда я начинал С этим самым Работать С лесной красавицей Родом из Бельгии О, ребята Так уж случилось Вот Что у меня плоды были 300-400 грамм Потом У меня они мельчали Мельчали И так 2-3 поколения И стали вот такими вот Ну какие-то 300-400 Отсели 100 Правильно Ну 120 Ну 150 Вот Потом они попали В сад Чернобаева Черенками От меня Как мне повезло Они снова стали Вот такими вот Еще 2 года назад Теперь там начали Мельчать Сейчас там точно такие же Как эти Как мои Одинаковые Вот такие дела Вот Почему Вот рядом со мной Где-то они Где-то лежало Ага Ну смотрите Когда последние Уже упали Это Так называемые Уссурийские Дикие Круши Вот они И там бесценные Семечки Если бы не было Вот этих семечек А я же Они только привитые Они бы не были Вот такой красоты Вкус не потеряли Это Волшебный вкус Это сам сахар Это невероятно Завидуйте Действительно Завидуйте А фотографии Сами видите Сделано Когда Шесть дней назад Вот Ее Я смело Отношу К осенним То есть Если можно снять Еще может Месяц И полежать Это ценнейшее Качество Когда Груши Не портятся Еще некоторое время Но мельчают Это к разговору Что Как написать В каталоге 34 100 грамм Или 150 Несколько поколений Они мельчают Вот такие дела Но все равно Посмотрели Полюбовались О чем поговорить Есть Как видите Вот видите Першики Першики Отправляем Прямо С зелеными листьями Ждать Дальше Некуда Вот Уже Завтра Видимо Предел Сегодня Пришла Новая погода Дикий ветер Дождь И завтра Обещают Минут 4 Снег Начали Бывайте Машины И прочее Местное телевидение Срочно Обывайте Машины Всего Минут 4 Ну да Гололед Страшней Чем мороз Сами знаете Вот поэтому Ждали Ждали Видите Дата Отправки 17 Ждали Ждали Сколько Можешь Ждать Каждый День Ждали Просыпайся Полметра Снега Попробуй Потом Покопай Сажен Вот Ну Сколько Могли Я все Говорю Ребята Завтра Ищем Дуриня Ищем Пять дней Ждем 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 Что ты будешь Делать Самая теплая осень За 40 лет Светут Вот так бывает Ну ничего Не опозорюсь Вот еще фотография Вот эта Интересная Вот Посмотрите Никогда Не отрезайте Волчки Это будущее Штамп Вот все Что я хочу сказать Да На них еще нет Цветочек Почек Да Это Проявились Клетки Бессмертные Клетки Это Особый Случай В природе Это значит Что Каждая Клетка А их Миллиарды В каждом Дереве Миллиарды Имеет У себя Зародыш Зародыш Имеет Понимаете Целого Дерева Не только Когда мы Приваем Только Вот это Просло И дало Плоды За счет Сока Нет Целое дерево С королями С королями Это чудо Когда-то Я еще раз Это моя любимейшая тема Это Мировоззренческая тема Это тема Божественного происхождения Поймите Если шло По Мичурину И что была Эволюция От простого К сложного Усложнялась Усложнялась Вот Я До сих пор Не могу понять Почему Ой, ладно Все-все Отвлекаться не буду Главное Это Случилось Следующее Научились Спасибо Полноценное Есть гусеница Есть бабочка Из гусеницы Выходит Готовая бабочка За несколько минут Опять Не подавим Еще много Таких Примеров Есть сложнейшие Не выступающие Нам по разуму Собществу Термиты Муравьи Пчелы Сложнейшая Организация Где У каждого Нет мозгов А в сумме Получается Сложнейшая Организация Все это А вот это Я садовод Это Там я не такой Специалист Хотя и там Видно Что Дарья Ни при чем Вот это Вот Дает Возможность Продлить Делать Деревья Вечными Понимаете Максимально Вечными Это Для меня Это откровение Это значит Что Все не так Все Жизнь на земле Она конечно же Не это На земле Не появилась За такой Короткий Перед Времени Сложнейшая ДНК Исключено Даже Одного Процента Нет вероятности Одного Миллиона В случае Один на миллиард Один на триллион Нет такого И не может быть Это надо Внушить детям Это такая Генная Инженерия Что это уже На уровень Бога Кто сказал Что Бог Это вот Который Рисует Знаете Вот что превратили Атеисты Бога Образ Бога Придурки Самая Тупая Наука Это даже Не наука А набор Идиотских Самых Идиотских А это Проходили Как науку В институте Я проходил Самая Тупая Опасная Вредная Дающая Возможность Бомбить Города Это Атеизм Вот И любое Проявление Бога Вот это Что из клетки В каждой клетке Находится Готовое Дерево Зародыш Вот То что Дарвину Не познать И никогда Вот Он этого Просто не знал Это Говорит о том Что надо Полностью Систему Перестраивать А можете ругать Меня Что начал За здоровье Закончил Вот такими Грустными Вещами Вот они Посылки Для вас Вот Это Таня Саженец Видите С корнями Несет Вот Да Наверное Нам надо Заканчивать Ну Наверное Вот это Еще успеем Пройти 24 февраля Я получил Косточки От Валерия Красавица 100 штук Ну Конец Февраля Это уже Предел Предел Лучше бы Получили В начале Февраля Косточки Профессортификацию В середине Апреля В середине Апреля То есть Два месяца Не прошло Горшочки Сейчас У меня Да Обратите Внимание На слово Горшочек Сейчас я Сейчас У меня Растет Около 20 саженцев Абрикос Остальные Косики Не взошли Эти Абрикосы Растут У меня В саду В Уфе Посмотрим Как Переживут Так Мои Замечания Следующие Во-первых Значит Почему Взошло Только 20 Я считаю Что Для меня Два месяца Это Оптимальный Срок Ну Когда Вы Написали Что В середине Апреля Это Значит Что Прошло Дней Ну Допустим 50 Возможно Не хватило Еще дней Дней Десять Взошло 40 50 А Может И 90 Абрикос Чтобы Не Взошел Это Надо Очень Очень Постараться Надо Не Поливать Там То есть Я имею Ввиду Хранение Вот Это В общем 100 Штук Царификации Нет Я вас Поздравляю 20 Садов Это Гигантский Переведем Цифры Опять Вспомнив Что Что Такое 25 Рублей Что На них Не Купишь Это Галку Ради Сухар Бок Спичек Вот Или Тебя Налит Стакан Нет Стакан Водки Извините Это Другие Деньги В общем Получается Так Что 20 Садов Выгода Была Огромная Но Лучше Бы 100 Теперь Есть Еще Одна Причина Эти Абрикосы Растут В саду Замечательно Но Зачем Вы Садили В горшочке Ведь Смотрите Вы Я же Ничего Не выдумал Не выдумал В середине Апреля В горшочке Согласите Что В Уфе В середине Апреля Можно Садить Но Я же Разбираюсь Маленько В этих Самых Так Называемых Климатических Зонах Ну Чудо Если Вдруг В Уфе Там Где-то В середине Апреля Вдруг На 3 Дня Выпал Снег Тут Зарастал Ну Зачем Было В горшочке Садить А Вот Это Вот Посадка В горшочке Я просто Иногда Уже Буквально Что Я тебе Не с ума Скажу Больше Половины А у меня Есть фотографии Обязательно Да Всходят Чаще всего Всходят Это же Моя Технология Мы Ну Почему Горшочки Они Сразу Туда Где Они Обязаны Взойти Горшочек Где Он Стоял Ну Конечно Он Стоял Не Это Не Посреди Сада Конечно Он Стоял На Подоконнике Ему Нужна Ночью Холод Днем Жара Ну Вот Он Допустим Посадили Его Косточки Да Они Вот Так Все По Железу Вот Так Заглублены И У них Что Симулирует Схожесть Выпал Прошел Дождь Пусть Даже Выпал Снег Я Потом Еще Столько Всего Покажу Вот Столько Всего Покажу Но Это Будет Уже Другой Раз Так Вот Это Последняя Тема У меня Есть Фотографии Посадили Выпал Снег Растаял Значит Потеплело Потом Опять Холод Там Минус Трех Опять Потом Значит Все Сухо Неделю Нет Дождей А потом Дождь Пошел И Вот Они Дружные Всходы В саду А Как Вы Это Обеспечить Когда Вас На Подоконнике В тепле Вот И Зашло Каза Пятая Поняли Да Я Надеюсь Мы Друг Понимаем Мы Не Обижаем Друг Друг Вот Вы Не Считайте Что Я Над Вами Издеваюсь Большая Часть Даже Моих Я Не Могу Казал Упредить Я Не Могу Везде Писать Только Не Садите Чем Чак Получил У Нем Начали Проклеваться Караул На улице Снег Лежит Я Понимаю Почему Потому что Покупает В январе И феврале Веса Это В общем Сожаление К моему Огромному Вот Рассчитать Чтобы На юге России Средней России На севере России Одни Те же сроки Не получается Тогда Получается Следующее Уж Вастов Уфе Вы могли Посадить Сразу В землю Вывод Есть Возможно Садить В землю Садите В землю Вот И Последние Оставшие Пять минут Вот Ничего Есть Такая Галкин Сад Это Канал Когда-то Был Крупнее Полмиллиона Потом Его Как-то Общипали Сейчас Там Тысяч Шестнадцать Все Больше У меня Вот И Я Выслал Туда По просьбе Она Хотела На этом Сделать Рекламу Ну Естественно Ради Своего Канала Вот Она Меня Называет Другом Дорогим Валерий Костенович Кто Видел Ее Фильм Так Мне Пришлось Потом Она Мне Прислала Фильм А Я Потом Его Часть Вырезал Почему Потому Что У Людей Вот Это Живет Уже Так Все Она Изучить Мои Технологии Не могла Где-то Слышала Тут Кусочек Там И вот Она Распаковала Рассказала Про каждую Эту Сухую Коску Решила Вначале Достатификацию То Это Самое Нет Не так Высаживать Потом Что-то Не Помешало Высаживать И Все Достатификация Держит Рука Коробочку Время Это Было Ну На Примерно Первое Число Октября И Вот Она Коробочка В ней Песочек Вот Она Говорит Сейчас Я Положу Сюда Косточки Засыплю Из Пульверизатора Маленькую Попрышку И До Весны Ну Наверное Она Говорит Это Все Фирме Это Ее Уровень Наверное Она Считает Что А Раз В марте Зайдут Еще Рано У Ее Уже Опыт Есть Она Не Первый Раз Вот И Тогда Она Рассадит По горшочкам И Будет Ждать Весны Ну Точно Смотрите Видите Вот Как здесь Вот А Сколько Она Люди Смотрят На ее Технологии Не обязательно У меня Костки Выписывают Не важно Где И вот Так Сделают Но Они К Новому Году Они К Новому Году Могут Зайти А потом Выбрасывают Потому Что В горшках Уже Не вырастет На весе Перестут И Выбросите Вот Это Будет И Как Я Не Учил Учил Сказать Людям Что Сухой Песок А Намочить Только Этот Самый Контейнер Намочить В середине Февраля Она Не догадалась А у нее Там Будет 1002 Просмотров Вот И Научил Называется Ну Присылает Мне Фильм Я У себя Размещаю Брат Мне Вырезает Этот Совет Про Гавшочки То есть Про То Что Вот Сейчас Осенью Намочить И поставить В холодильник Это 100% Нет Если Слегка Сбрызнуть Может Это Они И не Взойдут Может Вообще Не взойдут Потому Что Все Зависит От Сколько Мало Не взойдут Даже В мае Вот Много Рано Проснуться Совсем Много Еще И сгниют И Это Бывает Вот Теперь Я Все Сказал Ребята Надеюсь Все Теперь Мы С вами Будем Делать Так Намечено Сегодня Я Не Успел Есть Серьезные Вопросы Очень Серьезные Вопросы Очень 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 Серьезные Но К сожалению Наше Время Истекло Один Глобальный Вопрос Не успеваем Тем более Глобальный Так Все Прощаемся Ну Как Прощаемся Сейчас Я Вас Отправляю Вот В эту Комнату